Всем рок-н-ролли, джентльмены! В этом видео Live vs. Studio будем рассматривать песню Love & Force от старой-старой команды канадской команды Exciter. Это такие прям вообще олды еще с конца 70-х образовались в 78 году, вроде бы если мне не изменяет память. Они одними из первых начали играть в стиле так называемого speed metal, скажем так, первопроходцы данного стиля. А кайверить будут еще достаточно молодые ребята Evil Invaders, команда из Бельгии, такой достаточно резкий, агрессивный, быстрый трэш-спид-метал. И, как мне кажется, вот эта группа Exciter, она являлась одними из идейных вдохновителей, скажем так, для них, потому что явно прослеживается в их песнях где-то какая-то схожесть. Тоже вокал сам взять или гитарные какие-то техники игры. Вот. И еще это видео будет примечательно тем, что мы сразу с вами убьем двух зайцев одновременно. Это у нас и live versus studio и кавер versus studio. То же самое. И так, концерт был, получается, в Бельгии в четырнадцатом году. На родине, скажем так, у ребят. Ну что, погнали заценивать. This one's for all you heavy metal maniacs here tonight. Go on, Sam. One, two, three, four. Хороший-хороший саунд. Прислушайтесь к низам, к басам. Такой мягкий-мягкий такой бас, приятный вообще. Обалденно. И бочка такая с четким-четким киком, прям с таким панчем. И еще, кстати, добавим от себя, добавлю то, что вот этого вступления, то, что они сейчас играют в оригинале, нету. Это уже свой ход от ребятишек. Мощненько. Чувствуется прям дикая энергетика, огромное количество драйва, мощи, прям, вот прям прет из них. Отличное сочетание гитарного звука и вокала. Они прям очень хорошо дополняют друг друга. Мне прям вот здесь это очень нравится у них. Классно. Такая прям вообще дико мотивирующая песня. Мотивирующая она. Моршинг, слэм, циркл, бит и тому подобное. Обалденно. Суперэнергично. Вот видно, что обычный такой среднестатистический клуб, как мне кажется, ну ничего такого. Обычный свет, ну все вот эти дела, все окружение, вся атмосфера. То есть ничего такого прям дико ошибка крутого я здесь не наблюдаю. Но как же хорошо, сведено все, записано. Вообще прям, просто звукорю, респект. Звук барабанов такой достаточно, скажем так, акустический без современных вот этих фишек наворотов. Вот триггеров, компрессии и прочей, прочей вот этой вот всей штуки-дрюки. Ну и естественно, ребята, понятно, что вдохновляются лосковым и тяготеют больше, соответственно, в ту сторону. Именно к тому самому, к старому колдовому. И это прям чувствуется, ощущается хорошо. Ну вот такой обычный классический рост. Рокерский такой, хэви-метальный, целичок. Простенькая, со вкусом, как говорится. Что-то походит. Вот этот воплю у него, конечно, вообще аппарат. Лег Pereцов. Легче. Расследовая, воплющая. Сначала бомба. Простенькая, воплющая. Воплющая, воплющая. Воплющая. Простенькая, во-плющая. Воплющая. Воплющая, воплющая. ЗЛОДЕЙ! Обалденно! Очень такое вообще клевое и позитивное прям видео. Заряжает энергией. Не, ребята, молодцы. Я не знаю, опять же, насколько все перезаписывалось потом. Это все-таки уже как? Ну, live все-таки готовый такой более коммерческий продукт. Не просто с какой-то с камерой тупой и все. Здесь видно, что хорошо звук сняли, обработали. Но если брать то, что слышим, вот сейчас на выходе, то все очень добротно сделано. Все четко, ровно, прям. Без каких-либо претензий. Еще на что-то. Так, ну и уже по традиции обращаемся куда? К первоисточнику. Все правильно. Exciter. Альбомчик у нас Violence and Force, по-моему, да? Так и называется. 84-й год. Канадский Old School Speed. И, кстати, здесь, что примечательно, вокалец, ударник, барабанщик, что очень редко встретишь. Как-то вот так. Слушаем. О, да. Тот самый old-school звук. Прислушайтесь. Подгруженный такой бас а-ля Motorhead Lamy. Мне кажется, влияние тогда его особенно чувствовалось заметно. 84-й год. И сочетание очень хорошее с бочкой. Бочка такая упругая, такая объемистая, мягкая. Такой, как большой резиновый шарик, мячик. А на гитаре, мне кажется, здесь мне слышится какой-то модуляционный эффект. То ли хорус, то ли что-то ему подобное. Даже нет, не хорус, а что-то другое. Как будто вот есть такой. Вот звук немножко плывет. Какой-то такой есть интересный модуляционный эффект. Ну, не знаю, это я так слышу. Опять же, если берем темп, сравнивать. Воево-Новидерс, конечно, заметно побыстрее сыграно. Что дает больше драйва и энергии. Плюс, как говорится, 15% скорости. Ну, уже более под современный лад, конечно же. Ну, в принципе, здесь тоже драйв ощущается. Темп вполне себе такой танцевальный. Очень хорошо уложен вокал в микс. Он и здесь, и не выпирает вперед. И его ничто не закрывает. И в то же время он и не сзади, и не спереди. Мне кажется, вот здесь все очень гармонично сделано. Работа звукоря удалась. Скажем так. От себя скажу, что сам я вообще не являюсь каким-то фанатом, почитателем данной группы Иксайдер. Вообще, очень мало ее слушал. Благодаря даже, скорее всего, вот этому каверу от Ивел Инуидерс, я узнал даже, наверное, про эту песню. Про группу я, конечно, знал уже давно и слышал. Ну, вообще. В общем и целом, как-то так. Но мне здесь, по крайней мере, все нравится. То, что я сейчас слышу, все довольно хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Приятная слуха олдскульной барабаны. Ну, солянка. В общем, я его слепила из того, что было. В общем, как у Вилли, так и сыграли. Ну, такой типичный-типичный соляк для того времени. Напоминает. Чем-то мне напомнило Slayer. Первый альбом. Ири Кинг. Джейв Ханнаман. С уважением отношусь к мужикам. Ничего не говорю плохого. Но, скажем так, в их стиле соляк какой-то вот такой, скажем так, местами небрежный, грязноватый. Но рок-н-ролл во всей красе. Гитарный тон тоже, кстати, очень хорошо сочетается с вокалистом. Они гармонируют. Очень даже так. В общем, прикольно. Железо размыто по миксу. Такой прям бархатистый-бархатистый такой звук, растворяющийся где-то сверху. Вообще нисколько не выпирающий и не напрягающий. Затянул под конец. Ну что, достойно, достойно. Отличная песня. Драйвовая, зажигательная. Крутые рифы. Заводящий, визжящий вокал. Все как надо. Ну, типичный спид метал. Так, ну что, выводы. Мой выбор за Evo Invaders, то есть за кавером. Тут уже у нас даже live cover. Мне нравится больше, как и сам sound общий. Очень понравился. Мягкий вот этот, такой прям приятный слух, бас. Вообще крутой. Очень сочетающийся хорошо с бочкой. Также вокал в Джо мне нравится больше. У него по самому тембру, по подаче, по манере пения. Мне больше душа к нему лежит. Вот. Так. Ну и в плане гитарного саунда, я думаю, что тоже. Больше по душе мне именно тот саунд. Именно от Evo Invaders. Ну, а что вы думаете вы, ребята, по этому всему поводу? Пишите в комментариях. С удовольствием почитаю, послушаю и отвечу на все ваши запросы, предложения и так далее и тому подобное. Ну что, не болейте. Всем рок-н-ролл. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!